Инстаграм войска? Инстаграм войска. Это там, в Украине, на него не реагируют, потому что, не знаю, в России годами создавался культ, что Кадыров такой отважный, сильный и всесильный, поэтому он может всё. Друзья, всем привет. Как вы поняли, сейчас опять поговорим о тикток-воинстве и о Рамзане Кадырове. Правильно его называть не Рамзан Кадыров, а Рамзан Кадыров. Вот как он набирает добровольцев, а на самом деле пушечное мясо, а как при этом снимает тикток-ролики и сам прячется и никогда не рискует своей шкурой. Сейчас я обо всём расскажу подробно, а вы, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вот прямо во время просмотра проверьте, подписаны ли вы, жмите колокольчик, шерьте видео, комментируйте. Нас опять атакуют российские боты. В прошлый раз мы очень успешно с вашей помощью отбились. Надеюсь, и на вашу поддержку. И сейчас мы такой сгорли у них, поэтому, друзья, помогите, поддержите. Итак, издание The Insider опубликовало очень интересную статью про Чечню и про то, как там Рамзан Кадыров собирает мясо для того, чтобы его кинуть и умирать. Потому что сами кадыровцы умирать не хотят. Им больше нравится снимать постановочные видео, воевать с дверью гаража, стрелять куда-то в воздух. В общем, показывают свою крутую экипировку. Ну, кто-то же должен умирать, кто-то должен платить эту кровавую дань Путину. Поэтому они собирают чеченцев, не кадыровцев, а обычных чеченцев, как могут по Чечне. И, например, вот инсайдер рассказал, что за 8 дней до начала войны Рамзан Кадыров разослал во все сельсоветы Чечни письмо с требованием прислать одного человека, минимум одного, для так называемых резервиста, для учений. При этом гарантировали, что ни в какие горячие точки они не поедут, ничего. Ну, да-да-да. Ну, еще такая полная средневековщина, такая вот дань кровью, отдайте мне. Ну, и, естественно, их отправили умирать в Украину. А потом тихонечко, тихонечко хоронят в чеченских селах, запрещая даже там собираться родственникам, чтобы меньше было вокруг этого резонанса. Ну, а сам, вот так он делает, потому что кому-то надо умирать в то время, когда они снимают постановочные видео. А сам он уже на такую отъел рожу, что она уже не помещается даже в кадр. Посмотрите на это. Подполковник Скобеева пиарит Рамзан Ку вовсю. В эфире своих 60 минут позора рассказывает о том, что якобы это ВСУ снимает постановочные ролики, а кадыровцы их разоблачают. При этом они там так заиграли, что умудрились показать, значит, как кадыровец идет по зоне боевых действий. Вы только не заметили, что сзади видно, как за ним бежит человек с камерой. Ну, просто клоунада, посмотрите. Взявление, они сюда перебросили сосовщиков по информации задержанного военной разведки плюс терр-обороны. Ну, просто клоуны, конечно, полнейшие. И вообще, ну, воевать они не хотят, кадыровцы. Зато там хотят грабить, хотят насиловать. Вот это они хотят делать. Ну, и даже многих в российской армии это все раздражает. И он рассказал недавно на моем стриме главный редактор Думской НЕТ и военный эксперт Олег Константинов о том, как произошла там перестрелка между бурятами и чеченцами, разборка на юге Украины. Послушайте. Я знаю, что в начале, в первом этапе войны был не конфликт, мы даже писали. Конфликт между разделениями Росбандии, которые состоят из так называемых кадыровцев. И бурятами он был где-то на востоке. И тогда генштаб сообщал по поводу перестрелки между ними. А в последующем наш военный корреспондент Георгий Акбурза поговорил с участниками событий. Там была интересная история, где местный полицейский, который присоединился к отступающим, проходящему из окружения украинским частям, сумел, скажем так, навести разные группы россиян, российских оккупантов одном из сел, на поместье местного наркобарона. И туда разные группы полезли, и между ними возник конфликт, который привел к перестрелке. И вот эта перестрелка закончилась, была с жертвами. На самом деле Рамзана и его тикток-воинство, Рамзанку и его тикток-воинство, они любят даже в Кремле. Просто он такая вот у Путина ручная собака, которую тут спускает, чтобы она там на кого-то тявкала и пыталась укусить. А на самом деле там и сам Путин, конечно, к нему с презрением относится и вокруг него. Послушайте, что об этом рассказывают соратники Навального. А вот нет такого, что силовики, очень возрастные люди, которые руководят силовыми службами, должны недолюбливать, ну потому что они-то в Чечню шли и были как раз главными ястребами, а теперь как бы откупаются от Кадырова, и он на первых ролях. Нет такого, что... ФСБшники Кадырова ненавидят и в армии ненавидят. Ну не только соратники Навального. Послушайте, что они говорят, Стрелков Гиркин и другие с какой-то ненавистью. И Рамзанка это прекрасно понимает. Его ненавидят в самой Чечне и только ждут, когда дотянутся до его горла отомстить коллаборанту и предателю. Его ненавидят в Москве, все это ФСБ и вся эта контора. И держится он реально только на Путине, что Путина и устраивает. Поэтому и называет себя верный пехотинец Путина. На самом деле это не верный пехотинец, это просто пес шелудивый Путина. Вот, собственно говоря, и все. Именно шелудивой не хотелось оскорблять собак, прекрасные животные. Ну, тут еще одна мерзкая история, как раз с этим связанная. Там есть такой один полуумный пропагандист и так называемый волонтер, который взял, забрал собаку, одну из собак наших защитников Азовстали и подарил ее Рамзану. Ну, то есть просто украли собаку и подарили вот этому Дырову. И он утверждает, что якобы собаку звали раньше Адольф, значит, а теперь они ее назвали Адидас. Ну, в общем, мерзкая история. Они обсуждают, что это деноцификация собаки. Можете себе представить, что у этих людей в голове? Ну, это просто страшно. Мерзкие какие-то вообще. У этой собаки намного больше достоинства и мозгов в голове, чем у этих пропагандистов и у Рамзанки Дырова. Вот она, собственно говоря, реальность. Ну, а наши дают ему прикурить. И там, где они все-таки высовывают нос, кадыровцы, сразу хорошо по носу получают. И остаются без него. Сейчас наши хорошо проредили элитные Рамзанкин отряд Ахмат, полк Ахмат. В общем, не полк Дун-Дон. Больше бы подходило. Дун-Дон-Гондон. Ну, в общем, нормально его так проредили в Северодонецке. Вот так, собственно говоря, и надо. И поэтому сам Рамзанка боится нос сунуть в Украину. Что знает, как он рассказывал, мы уже взяли Северодонецк. Несколько недель они его уже взяли. Ну, в общем, а когда только реально лезут, то получают. Друзья, поделитесь этим видео еще раз. Не дайте шанса российским ботам атаковать наш канал. Вперед, победи в информационной войне и вообще войне. Держим строй.